Морковь в августе. Что можно и что нельзя. Все тонкости ухода. В начале августа корнеплоды наливаются, поэтому моркови необходимо много питания. Оно должно быть правильным и сбалансированным, только тогда корнеплоды вырастут сладкими и сочными. Особенно нужен в этот период калий, он отвечает за процессы созревания и важен не только для вкуса, но и для сохранности корнеплода в зимний период. Самой лучшей из натуральных удобрений является зола. В ней содержится не только калий, но и другие полезные микроэлементы. Передозировка золой невозможна. Золу можно внести в бороздки, сделанные в междурядях, а можно полить зольным настоем. Самый простой рецепт настоя. Один стакан золы залить 10 литрами воды, настоять сутки и полить морковь междуряди. В этот период можно провести вне корневую подкормку борной кислоты. Одна чайная ложка на 10 литров воды. Помните, что борная кислота вначале разводится горячей водой, затем доливается до нужного объема. В конце лета не забывайте про полив. При недостатке влаги корнеплоды вырастут деревянными, сухими и грубыми. Но и избыток влаги может легко деформировать плоды. Поэтому полив сводим к минимуму, а за 2 недели до сбора урожая полив прекращаем и лишь перед уборкой слегка увлажняем грунт, чтобы облегчить процесс выкапывания. Вода для полива должна подогреваться на солнце, так как холодная может погубить корнеплоды и затормозить их рост. После полива обязательно рыхлим и подкармливаем. Если верхушка моркови начинает выпирать из почвы, ее надо слегка окучить, иначе от солнечных лучей она позеленеет и приобретет горьковатый вкус. Август и сентябрь два месяца, во время которых корнеплоды созревают. Если убрать их раньше, то они будут непригодны для хранения. Для зимнего хранения морковь лучше убирать в конце сентября, когда ботва начнет желтеть. Теперь вы знаете, как ухаживать за морковью в конце лета, что можно и что нельзя. Удачи вам и хороших урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного.